Всем привет! Я тут хочу приготовить плов. В общем, как всегда люблю все такие основные дела делать рано утром. Уже все подготовила. Здесь вот у меня одна луковица нарезана, такие вот полукольца. Одна морковь порезала соломкой. Тут у меня уже разогрелось масло. Сначала обжарю лук, потом морковку. Вот и будет у нас сегодня плов. Сейчас лучок поджарится и добавлю морковь. Потом нарезала тут говядину. Ну, не знаю, наверное, около килограмма. Сколько? Может, грамм 800. Это у меня пойдет половина на плов и половину я хочу сделать картошку тушеную. В общем, разделю на две части. Картошку тушеную. У меня, наверное, одной морковки будет достаточно. Плова делаю вот на маленькой сковородке. Много не хочу наготавливать. Вот. Наверное, одна морковь у меня пойдет. Мясо, потом вот тут чеснок, тут у меня и на плов, и на картошку тушеную. Пойдет перчик болгарский тоже вот порезала. Вот. И тут уже промыла рис. Вот. Так что сейчас обжарю лучок, потом морковку, что там у нас мясо. Залью все водой, чтобы мясо было мягко. Потому что говядина, она все-таки подольше готовится, чем другое мясо. Вот. И будет у нас вот сегодня несколько влуд приготовлено. Потому что завтра на работу, и я вот стараюсь. Тем более у меня три рабочих смены будет, потом один выходной. И чтобы вот было что поесть на три дня. Вот. Я-то на работе питаюсь. Я там голодный не останусь. А вот моим, чтобы был холодильник забит. Также у нас есть подливка в холодильнике, в которой человек хотел суп гороховый там есть. Вот. Так что и всего хватит, я надеюсь. Плов у меня тут доготавливается. Картошка тушеная уже готова. Пока ничего не открывала, не перемешиваю. Пускай я накрыла крышкой, пускай она доходит, томится там. Вот. Ну а я хочу сделать такую, как закусочку из лаваша. У меня тут есть лавашик. Я его порезала. Вот такие вот полоски. Ничего не вымеряла. Вот так и на глаз. Сейчас. У меня были вот в холодильнике две сосиски, потом немного крабовых палочек. Я думаю, надо как-то это все из расхода. Чего-то ничего не естся. И вот, что я решила. У меня здесь майонез. Вот так буду намазывать майонезом, чтобы не сухое было. Так. Потом кладу сосиску сюда. И вот здесь у меня еще есть натертый сыр. И вот так вот присыпаю сыром. Заметно. Кажется, должно получиться нормально. Посмотрим. Сейчас яйцо разобью. У нас яйцо будет служить как клей. Клей для лаваша, чтобы он не раскрылся. Сейчас перемешаю. Так. Все смазывать не буду, потому что это будет много лаваша. Вот так сейчас до серединки. Так и вот так. Вот это уже, я считаю, будет лишним. Очень много тогда лаваша будет. И вот это лишние краешки обрезаю. Сейчас пока на тарелку вот так поскладываю. Вот. И то же самое я буду делать и с крабовыми палочками тоже сыром. Посыпать, смазывать майонезом. Джек, ну, будешь? Будешь палочку? Джек у меня уже тут наелся. Он у меня и мясо поел, пока я тут резила. И крабовых палочек поел. И сыр я ему дала кусочек съел. Так что Джек у меня тут сытый лежит. И погуляла я с ним. Так что все хорошо. Вот сейчас. Огурец, помидоры у меня есть. Но я не хочу их сюда добавлять. Так. Будет у меня быстрый вариант. Что-нибудь такой. Сначала думаю, может, какой-нибудь там рулет сделать. Отварить яйца. Потом там крабовые палочки, огурец. Думаю, нужно будет нарезать и закрутить как рулет. Потом думаю, уже надоели эти рулеты, честно сказать. Была бы морковь по-корейски. Я бы что-то такое сделала. Так что-то не хочется. Ну и вот с крабовой палочкой все то же самое. Так. У меня в наличии только есть одна маленькая сковородка. Так как все сковородки большие у меня задействованы. Одна там в холодильнике стоит с подливкой. Другой плов готовится. Так что буду жарить сегодня на своей блинной маленькой сковородочке. Вот так вот у меня получилось. Вот эти, видите, у меня получились они незакрытые. Это уже из обрезков я начала делать, чтобы ничего не выкидывать, ничего не пропадало. Вот так это все выглядит. Все. И теперь выкладывать скобку. Есть 4 штучки. И буду обжаривать на масле. Вот так. До румяного, золотистого цвета. У меня еще лаваш остался. Вот я его положила в пакетик. И сейчас уберу в морозилку. Потому что в ближайшие дни я ничего из него готовить не буду. Вот. А чтобы он не пропал, лежит пусть в морозилке. Когда мне потребуется, я его заранее выложу, чтобы он разморозился. И что-нибудь приготовлю. Ну вот и все. Все, что хотела, я приготовила. Вот такие вот у меня палочки из лаваша получились. Потому что здесь плов. Такой вот очень вкусненький получился. И здесь у меня картошка тушая. Сейчас поближе покажу. Очень вкусненько. И с чесночком, с перчиком, с миском. Так что на три дня мои домочадцы будут точно сыты. Плюс я уже как ранее сказала. У нас гороховый суп есть. Потом гуляш из индейки я готовила. Так что голодом точно никто не останется. Останется мне сейчас помыть только плиту. Сейчас она немножко остынет. Сейчас с Димкой приехали в центр города. У нас дождик идет, такой мелкий. Дим, одень капюшончик, Дим. Только вылезли с маршрутки. Пойдем, зайчик, а сейчас промокнем. Сейчас пока ехали. Димка уснул у меня. Сегодня рано встал. Начало шестого. Смотрю, уснул. Укачала его, да? Ну-ка, стой. Дай шапочку поправлю. Вот, приехали сейчас. Давай ручку. Мама. Гули, да. Хотим сходить сейчас в детский магазин, а не детский мир. Пойдем. Вот. Димке посмотреть штаны с курткой зимней. Потому что я в прошлый раз вам показывала. Купили мы комбинезон зимний. Лев в комбинезоне. Вот сейчас его, например, не оденешь в такой погоде. Это больше там на холодную зиму. А сейчас у нас температура плюс 4, плюс 3. Вот такая. В общем, не холодно. И вот надо. А то у него волос, в которых он сейчас в штанах. Это с прошлого года. Они уже такие коленки немного протерлись. Вот. На улицу, конечно, будет в таких ходить. Идем, не надо по лужам прыгать. А вот в сад там куда-то поехать. Стой. Дай руку. Куда-то поехать, выехать в Люде. Надо такое более что-то нормальное посмотреть. Да, на сегодня по прогнозу стопроцентные осадки, дожди целый день. Мы уже к зиме еще выставили. Снегокаты, санки. Санки 4 тысячи с колесами. И ватрушки уже тут встанет. Дим. Смотри, Дим. Вон, да, как у тебя со спинкой. Только чуть другая. С Чебурашкой. В общем, чего только не это. А вот это что это такое? Игровой детский сноуборд. Ладно, пойдем куртки смотреть. Все, пойдем, пойдем. Пойдем и тут сразу пройдем. В принципе, все то же самое, как и в прошлый раз. Вот это такая ничья, но мне кажется, на зиму она холодноватая. Будет на позднюю осень, она может быть подойдет. Видать, завоза не было, что-то. Вот этот мне в прошлый раз понравилось, как на нем смотрится. Опять то, что это расцветка такая приятная. Размер-то есть тут. Надо смотреть. Ну, это комбинезон. Ну, вот такой комбинезон. Этот, как мы Димке купила в прошлые выходные. Ну, комбинезон сейчас рано одевать. Ладно, будем сейчас смотреть. Может, что-то и выберем. Чего там? Чего Дим? Это для малышей. Ну-ка, вон там пойдем посмотрим. По-моему, их не было тогда, этих курток. Ну, такие вот слишком пестрые. Я как-то не очень люблю. Чего ты мне покажешь? Ну, пойдем. Что там? Серый. Кофточка тебе нравится? Угу. Ну, что-то он какой-то нескладный прям. В прошлый раз тоже его мерили. Ну, что-то от меня не нравится, как вот тут он прям впритык. Идет ему прям тяжело и прям обтянул. Мне кажется, неудобно. Тут вот в комплекте штаны и куртка идет. А так вариантов что-то вообще нет. Ну-ка, давай на размер побольше сейчас померяем, Дим. Может, посвободнее будет. Ну, тут размер вот этот 98-й, хотя у него уже 104-й. А следующая сетка идет размер 110-й. У нас 104-й, но тут такого нет. Смотри, как много. Ну, да, 5 тысяч. 5 тысяч. 5 тысяч. Ладно, давай сейчас померяем. Мам, у нас 17 денег стоит. Ну, конечно, мы сейчас тут ничего не выберем. Это 17 денег стоит. Угу. Расстегивай куртку. Давай сейчас другую померяем. Не могу. Наводим. Так потихоньку. И вниз опускай. Давай ее пока отвесим. Мы уже дома, и, к сожалению, наша поездка по магазинам сегодня не увенчалась успехом. Не смогли мы ни в одном магазине найти подходящую Димке куртку, ни куртку, ни штаны. В общем, ничего нет. Я уже пока мы назад ехали домой на автобусе. Зашла и на Валбересе на сайте. Посмотрела и на Озоне. В общем, ничем не особо не приглянулось. Так что будем ждать. Может быть, какие-то еще завозы будут. Снега у нас как такового еще не было. В общем, купили только вот такую Димке кофточку. Она мне очень понравилась. Мы ее померили. Здесь такой вот один сплошной карманчик идет. Ему очень хорошо. Она с начосиком такая. Стоила она по скидке 899 рублей. А вначале ее цена была полторы тысячи. Но он померил. Ему прям так хорошо. Она с капюшончиком идет. Еще к этой кофте там шли отдельно штаны. Но штанов не было его размера. Поэтому пришлось взять одну кофточку. А так там тоже такие же штанишки спортивные. И вот такая вот сбоку тоже штанов надпись. Ну вот это все наши покупки. Ну вот заходили в Макдональдс тоже. По-быстрому перекусили. И приехали уже домой. Вот конечно я немножко расстроилась. То что ничего не нашли. Но что есть то есть. Деду Морозу надо к елочке. Тут с Демкой сели выполнять задания по книжке. Дай покажу какая книжка. Это мы в Чижике покупали ее. 50 часов полные занятости ребенка. В общем всякие такие игры есть. Задание. Давай. Что тут написано? Помоги Деду Морозу отнести подарки к новогодней елке. Ну ка нам надо найти нужную дорогу. Да? До елки. Чтобы Дед Мороз дошел. Мммм. Пусти до елок. Смотри. Нашел ты дорогу ты Димка. Молодец. Тут же несколько дорог. Видишь? Какие-то дороги выводят к свечам, к прянику. Да? Да. А ты нашел нужную дорогу. Ну значит Дед Мороз успеет к Новому году подарки привезти. Да? Да. Под елку положите. Да. Мне тоже. Такие различные задания. Так. Здесь у нас в каждом ряду обведя картинку, которая нарушает закономерность. А я думал сложно. Ну нет. Проводится. А только как это делать? Нет. Ну смотри, что тебе сложно. Видишь? Снеговик. Да? Это зима. Значит снежинки. Правильно. Снеговик рядом со снежинкой. Правильно же? Здесь холод и здесь холод. Здесь правильно. Смотри дальше, Дим. Елка и подарок. Правильно? Как ты думаешь? Да. Елка с подарком сочетается? Нет. Почему? Да. Да. В Новый год от мороженого кладет под елку подарки. А снеговика вот сюда надо. Смотри дальше. Вот сюда. Веточка от елки и пряник сладкий сочетаются? Да. А почему ты думаешь, что да? Ветка она не сладкая, а пряник сладкий. А ветка невкусная. Значит сочетаются они или нет? Нет. Нет. Правильно. Вкусная вот эта. А это наверное кекс какой-то. Да. Рождественский. Да. Его можно есть. Можно. А смотри, шар новогодний можно есть? Нет. Значит тоже не сочетаются. Да? Они между собой. Это съедобные, а это несъедобные. Да. И снег нельзя есть. Ну да, нельзя снег. И подарки нельзя есть. Угу. Только можно вот такие. Значит у нас две строки вот эти не сочетаются. Кекс не сочетается с игрушкой. И ветка с пряником. Да? Да. Все. Давай дальше. Смотри, тут мы разобрались. А такая палочка вкусная и такая вкусная. Да. И пряник тоже вкусный. Да. Молодец. А елка невкусная. Да. Елка невкусная. Да. Но подарки под елкой очень вкусные. Да? Да. Там можно и какие-то вкусняшки подарить Дед Мороз мне. Помнишь, он мне давно подарил подарки и целый мисок вкусняшок он мне подарил. Да. Ну вот если ты в этом году хорошо себя вел, значит тебе Дед Мороз тоже много подарков подарит. Да? А ты мне тоже подаришь много? Ну, в Новый год Дед Мороз дарит. Ну и мы с папой тебе тоже что-нибудь подарим. А давайте мне знать, что подарит. Что? Айфон Макс. Димка, у тебя запросы прям есть только игрушечный. Нет, я хочу настоящий. Так, давай мы с тобой сели заниматься. Давай смотреть, что у нас там дальше есть. Листай журнал наш. Переворачивай страничку. Вон там мы что-то пропустили. Что там у нас было? Стой. Тут, кстати, это... Вот, мам. Можно. Сейчас я покажу. Письмо Деду Морозу писать. Где тут мы с тобой видели? Ну, давай что-то такое. Ну, это мы с тобой в следующий раз напишем ближе к празднику. Вот. Письмо. Я думаю, нам потребуются ножницы, клей, карандаш. Надо будет вырезать. Будем писать. Мам, надоеду и писать. Ну, сейчас-то пока не надо. Это ближе к Новому году. Будем с тобой творчеством заниматься. Ну, все. Будем тут продолжать наши занятия с Димкой, да? Наденье?